Лапкин книги. Вопрос. 2889. «Если у вас какие-то материалы, которые вы завещаете сдать только посмертно?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. «Таких материалов нет и считаю, что и не должно быть. Если в них есть что-то, что относится к ныне живущим, и нужно их предупредить, обличить, наставить, то почему не сделать самому при жизни? Бытует же мнение, что поданное в здравом уме и при обилии здоровья милостыня идет как золото, а при болезни как серебро, а что завещал подать после своей смерти, то как медная монета. В этом есть смысл. Откровений до третьего неба возносящих не имел, так что и возноситься нечем. Тайны никакой не держу, уже все сказал, внебрачных детей нет, и потому открывать нечего, что спасло бы от прижизненного позора. Если что нужно скрыть, то это некая тайна, о которой нужно умолчать, а когда открыт, то распечатает тайну не смерть наша, а произволение Божие. Его промысел кажет кому-то открыть, уже при всех известное пока единицам или одному». Откровение 10.4. «И когда семь громов проговорили голосами своими, я хотел было писать, но услышал голос с неба, говорящий мне, «Скрой, что говорили семь громов, и не пиши сего». Третья ездра 14.6. Эти слова объяви, а прочие скрой. «Повествуют тайны монаха Авеля о царском доме об императоре Павле. Так для чего было скрывать сто лет посреди комнаты, как на боксерском ринге, и целый век краситься к этой тайне, которая была заложена в одном товарище Маузере? Не миллион лекрат лучше было сразу же и прочесть, и сделать все, чтобы этой трагедии не было, чтобы начали читать и исполнять Слово Божие». Иеремия 36.16. «Когда они выслушали все слова, то с ужасом посмотрели друг на друга и сказали варуху. Мы непременно перескажем все эти слова царю. Если Господь запрещал что-то возвещать до времени своего прославления, то это было промыслительно. Как говорит Иоанн за то, чтобы при кресте люди не соблазнились, зная о Христе, что Он Бог, и вдруг умирает, как всесмертные. Но когда Христос стал уже не досягаем плотским немощем, тогда в силе просияла Его Божественная Вечная Слава». 2 Коринфянам 5.16. «Потому отныне мы никого не знаем по плоти. Если же и знали Христа по плоти, то ныне уже не знаем». Марка 9.9. «Когда же сходили они с горы, Он не велел никому рассказывать о том, что видели, доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых». «О, если бы мы видели, что есть, Хотя не видя, ясно представляем, Пищеварение и то, На что нам сесть, Как без одежды, без нижних одеяний. Вот выступает, Высесть на трибуной, С иголочки одетый президент, И некогда нам мысленно подумать, Что через час нырнет он в туалет, Но ангелы такими видят всех, Как пища разлагаясь будет жижей. Величие людей есть грех и смех, Что, говорю, на то не будь обижен. Довольные в президиуме сели, Но мысленно вообразим их сущность. Дела у каждого и в стирке не отбелят, Ни оптом, ни реформами поштучно. И далее шагни через барьер, Чуть приоткрой у будущности полок, Иные декорации, и флаг иной, и герб. Союза нет на части, он расколон. Через десяток лет уже заносят след, Уже заносят след, аварии слезнули, Перемены, князья не застрахованы от бед. Хотя они творцы экспериментов, Сдувает пену у морской волны. Герои тлеют, листья опадают, Открыть глаза на то, кто чем больны. Увидели бы хищников лишь стаю. Вот змей ползет и волочится галстук, Бездельники и хитрецы в фаворе. А здесь в капкан матерый волк попался, Отнюдь Евангелию не были покорны. Увидеть ад, гиену и мучение, Сумеем ли за ширмой суеты Изменить все лишь во Христе прощение, На воскресенье взгляд перевести. 14 декабря 2005 года Игнатий Лапкин